Пока мои действия соответствуют моим мыслям, я существую. Привет, моё имя Даша, и мы продолжаем путешествие по моим книжным полочкам. И сегодня видео посвящено моей небольшой, как можно видеть, полочке книги о ужаснике. Преимущественно здесь Стивен Кинг, но не только он. «Мёртвая зона». Совершенно потрясающее произведение, на мой взгляд, как и большинство у данного писателя. Один молодой человек упал в кому, начнувшись от комы, он понимает, что у него появились такие способности, как ясновидение. И однажды он знакомится с человеком и понимает, что этот человек в будущем развяжет Третью мировую войну. И его целью становится поверить её. Чем-то мне эта книга напоминает недавно прочитанную «22.11.63». Что-то есть такое же. В сюжете есть. Сюжет немножечко схож. Далее. Моя любимица у Стивена Кинга «Роза Морена». Очень многим людям не нравится эта книга, они считают её слишком толстой. Но при этом слишком такой текучий, я бы сказала. Они думают, что сюжет несколько скучноват, может быть, даже нудноват, и вообще кому это всё надо. Но я думаю, иначе. Я думаю, эта книга, несмотря на её текучесть, очень острая. Очень психологическими. Очень-очень много психологии. Она прям проникнута. Такое ощущение, будто Стивен Кинг немало лет прослужил в... Либо просидел на горячей лень, посвящённой женщине, которые подверглись домашнему террору, либо что-то в этом духе. Потому что такое ощущение, что писал именно вот такой человек, который отлично знает, что это такое, с чем это едят. Это история о том, как женщина, подвергающаяся много лет подряд домашнему террору, в один день принимает совершенно внезапное, необдуманное решение сбежать из дома. У этого решения совершенно неожиданные последствия, имеющие и как такого плана немножко такой трейлер разворачивается впоследствии этого. И также итогом этого решения у меня становятся такие мистические, очень мистические последствия. Я бы, наверное, каждой девушке рекомендовала почитать эту книгу только ради её концовки. Ну и, конечно, сама книга от первой странички до последней очень-очень меня впечатлила. Я, на самом деле, долго могу говорить об этой книге. И я просто боюсь сейчас развести спойлер о ней. И поэтому я, пожалуй, закругляюсь. Приду к следующей книге. Стивен Кин Кристина. Ну, такое немножечко предисловие. «Ни один ужастик не способен меня напугать». Ни один. Я даже смотрела по особо важным делам. Не видела такие фотографии. Но в действии я всё мечтала найти ужастик, который смог бы меня напугать. И я нашла... Но на самом деле они меня все только смешили. И среди этих таких смешных ужастиков назывался «Мотоцикл-вампир». Он был такой смешной, что я его очень часто присматривала. К чему я веду? Эта книга Кристина, она очень мне напоминает тот фильм «Мотоцикл-вампир». То есть, тоже транспорт. Он тоже нападает на людей. То есть, Кристина зовут машину, которую один молодой человек себе приобрёл. И началась с лакханалия. По-моему, на основе этой книги был снят фильм. И, может быть, даже он тобой был просмотрен. Но я, на самом деле, стараюсь не смотреть фильмы, фильмы сняты на основе книг Стивена Кинга, потому что у меня... Я считаю, что Стивен Кинг до такой степени психолог в своих произведениях, что это просто невозможно отобразить в фильмах. Это только прочитать. И это у меня не предубеждение. Я пыталась смотреть фильмы на основе его книг. Некоторые из них были неплохие, но с книгами рядом не стоит. Психологию очень трудно показать в фильме. В книге это более производит сильное впечатление. «Лангарьером» тоже был снят фильм. Неплохой. Это совершенно... Это книга одна из моих любимчиков у данного писателя. Она о том, как весь мир внезапно исчез. Его поглотила пустота. Но есть люди, которые оставили живых только по одной причине. В тот момент, когда пустота охватила мир, поглотила его, данные люди находились в небе. Они летели на самолёте. Что же случилось после того, как они приземлились в аэропорту? Читаем книгу и узнаём. «Команда скелетов» — это книга в этой книге. Команда рассказов. Итак, какие же здесь рассказы у нас? Здесь тоже водятся тигры. Обезьяна. О, жуткая вещь. «Возродившийся кайм», «Свадебный джаз», «Заклятие параноика», «Плод». «Плод» тоже советуем. «Человек, который не пожимал рук», «Пляж», «Нона». «Оэ, ну, тот, кто хочет выжить», «Бабуля» и «Протока». «Класс докона» Стивен Кинг написал немножечко не в схожей своей манере. Совершенно не схожей, если обычно его книги — это соотношная психология. То есть всё, чем ужасает Стивен Кинг в своих книгах — психология человека. на его потаённых страхах и на прочем. Однако, да, на произведении «Глаз Дракотна» написано в стиле сказки. Это конкретная сказка. Нет, правда, здесь нет ничего ужасающего. Детям, правда, можно почитать. Очень любопытно. Это единственная книга, которую Стивен Кинг написал в подобном жанре. «Тамина Кира». Ну, на мой взгляд, книга Тикомотина совершенно. Я честно зевала, скучала, и вообще мне было неинтересно, когда я её в своё время читала. Даже пыталась её перечитывать. Это произведение о том, как на Землю напали, ну, напали не совсем тот глагол, который подошёл бы, скажем так, на Землю стали влиять инопланетяне. Ну, книга, правда, нудная, мне показалась очень. Может быть, ты со мной не согласишься. Это будет и правильно, и неудивительно, потому что сколько людей, столько и мнений. Или, как говорит Оля, понедельник. Сколько людей, столько и книг. Единственное, что мне здесь понравилось, это стишок про Тамина Киров, который после прочтения я потом ещё очень... ещё несколько лет даже помнила наизусть, но сейчас забыла. Освежу память. Нынче ночью, верь, не верь, Тамина Кер, Тамина Кер, Тамина Кер стукнул в дверь. Я хотела бы уйти, но не смею. Я боюсь, он там, за закрытой дверью. Не умею пугать. Жребием. Всё началось с того, что в одном, одном городе, что в одном тёмном, тёмном городе, в одном американском штате. Стали попадать люди-люди, целыми семьями-семьями. Никто, никто не мог их найти. И вот однажды... Они вернулись! И все пожалели о том, что они нашлись. Жребий. Роман Стивена Кинга. Пшшш. И последнее, что я тебе покажу. У Стивена Кинга именно, я имею в виду. Это мой один из самых любимых его романов. Называется «Мизери». Это единственный его роман, который держал меня в таком жутком напряжении на протяжении всей книги. И книга была, в отличие от других его работ, в моих глазах совершенно непредсказуемой. Я не знаю, что он съел, выпил, выкулил, или что-то произошло в его жизни, что это вдохновило его на данное произведение. Но чем бы ни послужило, что бы это ни было, ему лучше продолжать это делать, потому что чем-то меня подели. Это лучшее, что я у него читала, пожалуй, и лучшее у него, что он не даёт расслабиться читателю ни на мгновение. Я, когда в первый раз читала эту книгу, я уже сбила этот сочёток, кстати, сколько раз я её перечитывала. Когда в первый раз я читала эту книгу, в первый раз, скажем так, я не могла взять себе в руки и закрыть её, не дочитав до самого конца. Потому что в таком напряжении она меня держала. Каждая следующая строчка таила в себе что-то ужасное. И как я могла расслабиться, закрыть книгу, пойти по каким-то своим делам, когда происходит такое. Это история о том, как один писатель попал, так сказать, в непогоду, совершенно плюс-минусе. Так получилось, что он не мог самостоятельно выбраться из машины. И ему помогла одна сердобольная старушка. Впоследствии он сильно пожалеет о том, что не погиб в той машине. Сильно пожалеет. Действительно сильно пожалеет. Ну, пойдём в следующий книг. У меня есть две книги Дина Кунца, «Скованной ночью» и «Неведомой дороги». И ещё у меня есть в мягкой обложке этого же автора, «Дьявольское семя» и «Ледяное пламя». Данному автору мне бы не хотелось уделять внимание в данном видео, потому что я не считаю его чем-то превосходным. Прям вот он сядет считать и не встанешь, пока не прочтёшь. Нет, его сюжеты не столь увлекательны. Его стиль не столь увлекательен, чтобы уделять ему особое внимание. Но при этом, как автор ужасов, наверное, скажем так, обозначим, он неплох. На него совершенно определённо, точно, я уверена, найдутся люди, которые станут поклонниками, скажут «Фу, Даша, как так? Почему ты не фанат?» Ну, вот для меня для меня его книги не являются чем-то значимым. Я вот четыре книги у него купила, поняла, что это не мой автор и отступилась. Но при этом я не скажу, что я тебе его не советую. Пишут неплохо. Просто это не моё. Совершенно уникальную книгу я тебе сейчас покажу. Зуму Филипп Керр, автор, называется «Решётка». Это книга о здании, которая приказала возвести человек, помешанный на фэн-шуй. Там всё, совершенно всё подвержено правилу фэн-шуй, фонтана, отсутствие этажа под номером четыре, потому что на китайском четыре это смерть. Дело в том, что это здание убийца. В один далеко не прекрасный день люди, которые в нём находятся, не могут выйти, потому что умное здание закрыло все двери, вручились все телефоны, факсы, средства связи и начало убивать очень-очень оригинальный с моей точки зрения сюжет, идея, потенциающая первого писателя. Я была заворожена этой книгой в своё время, когда читала в первый её раз, и я тебе её очень-очень рекомендую, потому что действительно очень интересно. ты не только ужаснёшься убийством, которое будет происходить в данном произведении, но и узнаешь кое-что о китайской культуре и фэншуе. Причём это всё подаётся столь нескучным, скажем так, образом, что я уверена, книга понравится. Ну, последнее, что я тебе покажу. Это такая посредственная книжечка, автор у нас Робито Блох, называется «Челли Маркиза до Сада». Это, на самом деле, сборник рассказов, которые призваны впечатлить и напугать читателя, но с этой задачей они не справились, по крайней мере, в моём лице. По крайней мере, с таким читателем, как я. Итак, какие у нас здесь имеются рассказы именно из-под пера Роберта Блоха. Это «Кладочинский ужас», «Челли Маркиза до Сада», «Лиза Борден, взяв топорик». Если ты не помнишь, что это было в самом деле, в Америке или в Европе, я уже точно не помню, если честно, одна девочка взяла и порубила своих родителей. «Расписка на Голубой квитанции», «И домовой тащит вас», «Тихие похороны» и последний это «Человек, который включал волк». Также есть здесь совсем множество рассказов других авторов. Это Фрэнк Де Лорко, инквизитор дьявола, Элвин Тейлор и Лен Мо Фатт, «Интервью с вампиром». Питер Филлипс, его рассказ «Аромат смерти», писатель Таб и его рассказ «Обычный колбун». Собственно, это была вся моя полочка ужастиков. Читай, изучай, впечатляйся. Повторюсь, очень тебе советую у Стивена Кинга «Розу Морену», «Мертвую зону», конечно же, «Мизери», «Лангальеры» и Филиппа Карра «Решёвка». Вот эти книги если ты поклонница такого немножко ужасающего жанра, непременно прочитаем. Напоследок тебе пожелаю крепких нервов. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...